Здравствуйте дорогие друзья! Небольшое короткое видео, как поменять EMA у телефона с ROH8. Это один из дневных телефонов, который остался на 4 сим-карты, является одним из самых надежных. Во-первых, не из-за того, что он противоударный или что-то еще. На самом деле, тут противоударности почти нет. Но здесь есть самое главное. Здесь отличный аккумулятор с реальной емкостью 3700. И данный телефон хорошо работает с тремя сим-картами. Есть, конечно, некоторые недостатки в меню пользования. Но, в принципе, они не критичны. И для тех, кому нужна 4 сим-карта, этот телефон реально идеальный. Телефон включается. Сейчас я попробую сделать так, чтобы вам было видно лучше на экране. Для этого мне нужно уменьшить контраст до минимума. Ну, я надеюсь, что-то уже видно. Итак, нужно набрать определенный код. Вот звездочка. Решетка. Так, 620. Так, удалим. 623. Нет, 623. 623. Решетка. И у нас получается вот такое меню. Меню, которое позволяет менять email. Вы просто вручную ее убиваете, какой вам нужно, нажимаете ОК. Обратите внимание, при изменении email, первое, нужно ставить тот email, который существует. Конечно, можно попробовать нули, но есть большая вероятность, что они совпадут в сети одного оператора, и ваш телефон заглючит. Ну, и второе, что вы должны знать, изменение email вас абсолютно не прячет от правоохранительных органов, потому что на самом деле используется немножко другой код, который есть в каждом телефоне для его идентификации. Если вы хотите таким образом спрятаться, то это бесполезное действие. Но это позволяет, например, использовать телефоны в тех странах, в которых есть определенные ограничения по email под соединением. Например, такая страна, как Индия и Азербайджан. Вы привозите этот телефон, вам нужно его регистрировать. Чтобы его не регистрировать, вы ищите старый телефон, который вы выбросили, и убиваете тот email, который был на старом телефоне. Таким образом, телефон начнет работать с сети. До новых встреч, друзья. Надеюсь, это видео вам поможет.